Семнадцатого и семнадцатого годов вперед! Валерий Чемпионов, уважаемый Светлый! Чемпионат России! Мужские команды Суперлифии Нового Лейболу! Вакилл Новый Леной! Миловой Белгоров! Внимание! Звучит государственный импульс России в рякции! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Белгород! Дворец спорта «Космос» и заключительный матч чемпионата России! Теперь уж без всяких оговорок и предположений, как это может быть, если закончится тот или иной матч! И даже более того, это последний матч чемпионата России вообще не в этой серии! Белогория принимает факел из Нового Рингоя и в этом поединке решится, кто займет пятое место в чемпионате страны и получит право сыграть в Кубке Вызова! Уж воспользуется команда этим правом или нет, может быть, это другой совершенно вопрос, который предстоит еще обдумать победителю! Но, так или иначе, за эту возможность, за престиж, в конце концов, сегодня, безусловно, поворотся придется! Свидетельством тому упорный ход этой серии! Достаточно интересный был и первый матч в Белгороде, который хозяева вроде бы уверенно выиграли и, казалось, должны доминировать! Но факел на своей площадке тоже показал очень привлекательный волейбол, здорово команда подавала, нашли слабые места в приеме Белогория и вернули серию сюда, в Белгород, где и предстоит завершить карьеру Сергея Тетюхина! Теперь уже тоже и об этом можно говорить без всяких оговорок! Карьеру официальную, я думаю, что будет какой-нибудь, наверное, галоматч, может быть, в следующем сезоне, и тогда зал будет обязательно полон сегодня, вот, в дни праздников! Многие, наверное, сочли возможным посмотреть вечером, по крайней мере, по каналу Белогория, уже будучи где-то там за городом, в режиме отдыха! Ну, а у нас все пока в боевом режиме, давайте знакомиться со стартовыми составами команд Илья Власов, центральный под номером 2, Павел Мороз, диагональный номер 8, Иван Яковлев, 9-й номер, центральный блокирующий, 15-й, доигровщик Дмитрий Волков, 16-й, Валентин Безруков, связующий, Егор Клюка, номер 18, второй доигровщик Факелов, Ну и 2, Либера, 5-й номер, Матвей Бумнов и Владимир Шишкин под номером 13, наставник команды, итальянец Камила Плачи, Который, к слову, вроде бы уже подтверждено и в следующем году продолжит работу с командой из Нового Рингоя, Какой будет состав Факела, это, наверное, другая история, сегодня все лучшие в строю Белогория, Георг Грозер, номер 4, диагональный из Германии, Сергей Тетюхин, номер 8, последний раз в качестве игрока появляется на площадке в официальном матче, давайте вот все-таки такую оговорочку оставим Роман Порошин, тринадцатый номер, одиннадцатый номер, прошу прощения, связующий, тринадцатый у центрального Дмитрия Мусырского, четырнадцатый второй центр Руслан Ханипов, Ян Ерещенко, номер 18, и 2, Либера, Алексей Мачаев, номер 1, и Никита Еремин, номер 12, главный тренер команды Кеннадий Шипулин, ну а руководителем матчем от бровки будет Александр Косарев, ну и я надеюсь, что Белогория постарается порадовать всех, кто сегодня это заслужил, ну прежде всего, конечно, Сергея Тетюхина, ради него надо расстараться партнером, это уж как минимум, постараться показать лучше свой волейбол, потому что игроки факела очень уважают Сергея Тетюхина, у многих, как у Егора Клюки, вот рассказывал в своих интервью, он был кумиром, и фотография висела на стене, но уступать хозяевам площадки, даже в таком статусном матче, статусном, не с точки зрения спортивного результата, а именно вот внутренне, что ли, такого содержания, игроки факела не собираются, арбитров не успел я представить, делаю это, Евгений Макшанов из Санкт-Петербурга, помогает ему Сергей Артамонов из Уфы, ну и все, в общем-то, готово, с подачи Егора Клюки этот матч и начнется. Сразу попытка заиграть центрального, и сразу не очень убедительно это получилось у Ханипова с Порошиным, но и Дмитрий Волков не на высоте был, очень много факела ошибался в первом матче здесь, в Белгороде, это, в общем-то, такой хелесовой пятой стала команда, сейчас тоже не обязательно, может быть, чуть высоковата передача, может быть, и Волков немножко на более быстрый мяч шел, так или иначе на одном блоке он не смог контроль, что ли, нормально над мячом установить, ошибся, не прошла его и вторая атака, и вот тут бы, наверное, Порошину за голову быстро пасовать Грозеру, но победителей не судят, почему быстро за голову упал Волков, и, честно говоря, так медленно достаточно поднимался, но мы видим на повторе, что все-таки за спиной это было связу еще, поэтому он самый надежный свой вариант видел, перед собой, и, конечно, был Дмитрий Мусырский, 2-0. Павел Мороз, кстати, здорово, кто сыграл во втором матче, очень хорошую такую добротную игру выдал, может быть, и не совсем ожидаемо, все-таки основная угроза у факела, как правило, от двух доигровщиков исходит, но и Мороз напомнил, что он играл с больной стороны на чемпионате мира, и далеко не случайно. Понятно, что не будет шанса повторить, что ли, вот эту высшую точку своей карьеры в список кандидатов в национальную команду он не попал, который Сергей Шляпников огласил сначала в несколько расширенном виде, затем уже в виде заявки предварительной на мировую лигу, там совсем другие персонажи, ну, хватает участников этого матча, безусловно, вот один из них ошибается. Илья Власов при атаке на Мусырском максимально высоко затягивается, и, пожалуй, что, может быть, из-за этого попытка с высоты сыграть на выше Мусырского даже, может быть, не позволила кисти как следует сработать. Порошин, вот его подача почему-то для факела проблемой стала, ну, почему-то, наверное, тут, наверное, не совсем правильная постановка вопроса, ну, не самая мощная она среди игроков Белогоря, так давайте говорить, и вот три эйса у него было в прошлом матче действительно по направлению, он очень четко мячи укладывал, поэтому подача может быть достаточно острой, ну, а это, это атака Дмитрия Волкова по переходящему мячу. Здесь ничего, конечно, затейливого, да умилого нападающего нет. Отметим опять же Павла Мороза, его хорошая подача выделил совершить эту ошибку в приеме. Поменял направление, ну, в Серпухове, именно там проходил второй матч между этими командами, зал факела был, ну, недоступен, что ли, для проведения, там другие мероприятия были в Новом Уренгое, тоже какие-то ответственные, безусловно, иначе бы этого не было. Так вот, сейчас давайте эпизод досмотрим. Там вся тактика строилась на то, чтобы загрузить в приеме Яна Ерещенко, и быстро вот удалось там сначала расшатать, потом уже действительно, можно так, образно говоря, и поток туда хлынул, но Ерещенко действительно поплыл, пришлось его по ходу игры даже убирать несколько раз, возвращать тоже без особого успеха, так или иначе не получилось. Он сыграл у украинского легионера, и факел этим очень умело воспользовался. Ну, а пока Белогория обязана пользоваться вот этой расточительностью. Уже получается вторая ошибка в атаке Ильи Власова. Честно говоря, нечасто подобное увидишь, но опять же вопрос, против кого он атакует. Экстремальные высоты, экстремальные, что ли, ситуации, где надо уходить от блока, вот буквально сантиметры какие-то там все решают, и желание не встретиться с руками Мусырского, вот эти ошибки поражают. Мусырскую чаще на скорости все-таки возможно обыграть, и другие команды в основном этим пользуются по месту. Власов вот как раз по высоте пытается это делать, но это вообще его манера нападения, так его связующе используют. Есть Дмитрия Волкова, вот о чем никогда нельзя забывать, при любом счете эта угроза всегда существует, в любом матче подача у него действительно чудо как хороша, в чем и планер, и силовая. Вот тут планер, да, накрутил Мусырского, Мусырский готов и готов атаковать. А вот Мусырский Власов сейчас, кстати, за счет скорости передачи обыграл, у них с Порошенко была абсолютно другая идея и заложена в этом взаимодействии, и идея весьма эффективная, потому что не успели там сопнуться Власов с клюкой, да и не успели толком подняться, чтобы руки занести на сторону Белогория. По большому счету там и говорить не о чем. Блок оказался с большим таким стыком, никакого труда для опытного Мусырского забить этот мяч не составило. Понятно, что сегодня не только Тетюхина в последний раз могут увидеть болельщики в Белгороде, те, кто решил это сделать воочию, конечно же не пожалеет, но еще большой ряд игроков так или иначе распрощается с командой. Сегодня уже на собрании перед игрой Геннадий Шипулин поблагодарил тех, кто уходит. Ну, не будем, наверное, по персоналиям, в конце концов, там какое-то время еще и контракты действуют, и все это частные истории, в том числе и клубов, в которые эти игроки уходят. Так или иначе, небольшим секретом является, что и Гранкина в Белгороде не увидят в следующем сезоне. И возвращается он в столичные «Динамо». Ну, кстати, у «Факела» ведь такие перемены есть, тот же Илья Власов тоже в Москве окажется, и никого это, в общем-то, сейчас тайной по большому счету не является. Что касается других моментов, нету лихошерства в составе «Факела», тоже он команду покидает. И тут, я думаю, желание дать играть уже тем, на кого и в следующем сезоне ставку делать придется. Будет ли это Иван Яковлев или нет, опять же вопрос. Какая-то комплектация, безусловно, будет, и она уже идет на отдельных позициях. Ну, так или иначе, вот без лихошерства сегодня решили обойтись. Игорь Калагинский вроде бы, казалось, готов играть, но вот что-то во время разминки он даже на сетку не вставал. Разминался в паре с одним из помощников главного тренера. Судя по всему, какое-то повреждение получил. Может быть, какие-то проблемы со спиной. Не знаю, не буду додумывать, так или иначе, Калагинского на площадке. Пока нет и в зоне разминки. Он там какие-то движения совершает, не знаю. Если ты не разминался, редко бывает, чтобы игрок, не участвующий в разминке полноценно, потом вдруг вышел и появился на площадке. Я, честно говоря, таких аналогов не помню. Как правило, то, что игрок там где-то в сторонке разминается, если он не либерает, скорее всего, свидетельство, что на площадке мы его не увидим. Ну, а Сергей Тетюхин отличился в этом поединке, как и Георг Розер блестящей подачей. Белгород сразу захватил инициативу, но нельзя забывать хозяевам, как поворачивается в последних матчах для них ситуация. Ситуация разворачивается зачастую. И первая партия ведь в Серкухове тоже хорошая получилась у Белогория. Потом начались проблемы. Здесь еще и до первой партии бороться и бороться. Не подстроился под этот мяч Еремин. Вроде бы там в стык блоков вышел хорошо, а вот высота уже очень неудобная. Но все равно должны быть у либера в наборе, что ли, всякие приемы, где подставлять. Уж кулаки там, не кулаки, не знаю, предплечье, но все-таки какие-то попытки надо делать. Мяч все-таки в достигаемости летел, пусть и достаточно сильно. Ну, а это Георг Розер. Хороший перевод в линию. Хорошие передачи, отметим, широкая. Вроде бы так, Клюка все рассудил неплохо, но Грозер смог еще так круче в линию завернуть и в край блока попасть. Вновь будет высокая передача. Тройной блок перед Морозом. Но вновь этот блок недостаточно был плотным. Ну и там хорошо, что без травмы обошлось, потому что столкнулись там невольно Порошин. Вот видите, да, приземлился Руслан Ханипов на ногу Порошин. Ну, хорошо, что там краешком так, что ли, получилось, зацепились. Бывает, вот в таких эпизодах именно неприятные травмы случаются. Классно, Клюка. Сейчас мяч обработал. Вот, собственно, показатель, как это можно сделать, даже когда не очень удобно. Ну, а второй защитой уже мы не увидели. Георг Розер на убой атаковал. Кстати, тоже у него ведь матч не появился, не получился в Серпухове. И не будет его в Белгороде в следующем сезоне. Поэтому, наверное, хочется себе добрую память оставить. Но здесь-то в этом отношении уже ничего не изменится. Георг блестяще провел пару сезонов, когда Белогория выиграла абсолютно полный комплект трофеев. Вот, честно говоря, на скидку не помню, был ли он в чемпионском сезоне. Но вот Кубок России, Лигу чемпионов и Чемпионат мира, Клубный Грозер выигрывал точно в составе Белогория. Так что трофеев сразу собрал он немало. И это действительно была такая славная страница. Про один год, наверное, говорить надо как-то шире. Славный период, что ли, в истории команды, которая насчитывает уже более 40 лет. И вот уже на пятом своем десятке успел обзавестись трофеем. Очередным Кубок ЕКВ. Прекрасный итог этого сезона. Пусть в чемпионате России, конечно же, хотелось большего. Ну, много было сенсаций в Суперлиге. А все, в общем-то, свелось к тому, что все внутренние трофеи вновь собрал Казанский Зенит. Так что вот на этом фоне получается, что кроме Зенита только Белгород с титулом. Так что это уж как минимум можно сезон расценивать позитивно. Конечно, титул достаточно серьезный, который не по зубам уже вот там полнул 7 или 8 лет итальянским командам. Так для примера. Павел Мороз ошибается. 5 очков преимущества Белогори. Ну, вот так на большую паузу, что ли, игра стала. Команды обмениваются съемами. И это, конечно, больше устраивает хозяев площадки, которые потрудились, чтобы какое-то преимущество себе создать. Волков будет атаковать на групповом блоке после не лучшего своего приема. И Грозеру тоже 3 блокирующих. Тут он, наверное, свои возможности переоценил. Если уже лезть, то не через центр, не через Илью Власова, который в статичной ситуации уж руки перенесет так, что мало не покажется. Отскок нестрахуемый абсолютно. Ну, собственно, вот этот хороший ракурс, который мы видели на повторе, достаточно, по-моему, красноречиво это все нам подтвердил. Ну, а Ферещенко летит подальше. Сейчас сеточка в помощь была. И Шишкин смотрит на партнеров. Ну что же вы, ребята, действительно тяжелый мяч он потащил. А партнеры не поверили, что от Мусырского можно обманный удар поднять, коль он прошел, да, и мы видим, кто боком, кто на прямых ногах, а как помогать в этой ситуации партнеру, который там пытался совершить маленькое чудо. Технический перерыв, все, держи 5 очков в пользу Белогория. Сегодня много вообще интересного происходит в зале. День рождения у Геннадия Шипулина. Так уж совпало, что заключительный матч сезона, с чем, конечно же, мы его поздравляем. Безотносительно того, как закончится матч, в общем-то, это важное событие для жизни Глуба, безусловно. Здоровье ему большущего и оптимизма, который помогал вот эту команду через разные периоды ее становления проводить. И в фойе продается книга. Буквально три дня назад вышла из печати. Режиссер волейбольного театра. Так что, кто пришел в зал, имеет возможность ее приобрести. Я вот, в принципе, вижу в руках у некоторых болельщиков, она уже присутствует. Ну, такой, знаете, хорошая книга, в том числе и ретроспектива истории белгородского волейбола. Кто ее так доподлинно не знал, в мелочах. Кто-то имеет возможность ознакомиться. Кто-то в силу возраста просто какие-то вещи не застал. А вещи эти знать надо, безусловно. И вот живая история еще на площадке. Это Сергей Тетюхин. Заканчивается эпоха. Наверное, трудный год следующий ждет Белогория. Есть вот, говорят, такая расхожая фраза, да, спорта незаменимых нет. Но, честно говоря, к таким людям, как Тетюхин, это точно не относится. Некоторые команды решают подобные проблемы, предлагая максимальный контракт очередной какой-то звезде. Но у Белогория немножко всегда другие были подходы. И здесь минимум полсостава – это свои воспитанники. Да вот и сейчас, взгляните на площадку. Это Тетюхин, Муссерский, Ханипов, Порошин. Те, кто начинали с молодежных команд. По сути, все, кроме легионеров. Никита Еремин сейчас на площадке появляется. Что может быть еще красноречивее? И на скамейке тренеры тоже, которые Белогория прошли. Поэтому путь вот купить готовую звезду, которая решит все проблемы. Он, с одной стороны, соблазнительный, с другой стороны, очень дорогой. И сиюминутный, что ли. Белгород доказал, что их подход тоже имеет право на жизнь. Что сейчас? Сейчас игра на стороне соперника по версии арбитра. Я, честно говоря, не готов вот с нашего комментаторского ракурса эту ситуацию рассудить. Ну, повтор у нас передача. Но если это была передача, то это блокирование второй передачи. Вот, по крайней мере, вот так, как это виделось с этой точки, да? Что там было не так? Может быть, игрок перебрасывал мяч? Ну, уже, будем считать, забыли. Надо бы забыть побыстрее об этом игрокам Белогория, чтобы не протянулась какая-то череда ошибок. 17-13. 17-14. Вот после того, как Георгога Грозера вновь закрывает. Ну, разбираются потихоньку игроки Факела, как с ними работать на блоке. И у них, в конце концов, есть прекрасная информация с прошлого матча, когда они с Грозером справились. Ну, и все эти неприятности в те моменты, когда Мусырский на задней линии. В тех расстановках, где не хотелось бы задерживаться. Потому что при Мусырском мы видели набор очков очень приличные. И большие проблемы у нападающих соперника. В том числе и даже где-то, может быть, психологические. Понимание, кто против них на блоке, вот заставляет иногда более острые решения, что ли, принимать от простых и следуют ошибки. Но сейчас история другая. Илья Власов на подаче. Ну, так, к слову говоря, против Белогория сейчас стоит, ну, минимум, пол стартового состава сборной России. Нельзя такое ведь исключать. То, что Клюка с Волковым, это основные доигровщики, сейчас ни у кого сомнений не вызывает. И Илья Власов, ну, по крайней мере, в волейбольной лиге нации должен быть в стартовом составе. В момент, когда не будет еще Илья Сокуркаева. Артема Вольвича, скорее всего, тут утверждать я не могу, но это не... Поговаривают, что ли, об этом. Конечно, в этой ситуации Власов одним из основных игроков линии центральных блокирующих будет. Но он и при любых раскладах на это место вправе претендовать. Как мы понимаем, чемпион Европы и тоже игрок основного состава. И Тюхин здорово в Шишкин защите. Хороший показ от Порошина. И этим показом он вытаскивает блокирующего, который касается сетки. При этом вот Тачко, который никогда не запишут игроку. Потому что, по факту, это, конечно, ошибка соперника. Но Порошин ее спровоцировал, безусловно. Иван Яковлев сетки коснулся. Вот здесь классно сыграл Ереченко. В атаке других вариантов у Белгорода нет. Бил по рукам, попал по версии арбитров. Признается и Иван Яковлев, что именно ему опять здесь не очень повезло. Ну, а так, конечно, рисковал Ереченко в этой атаке. У него не было времени оттянуться, как следует, после защиты. И где-то в какой-то степени на удачу. Но, опять же, ищет через стык эту удачу. Там всегда может быть изъяна. Мы видели, что мясо там и проскочил как раз. Тайм-аут берет. Камила плачет. Ну, и, в общем-то, пока нет причин за концовку этого сета переживать. По крайней мере, вот до того момента, когда факел не прекратит делать свои ошибки. Тогда, наверное, игра по-другому пойдет. А так, может быть, из-за этого во многом еще погоня у гостей пока никак не завязывается. 20-15. Все те же пять очков. Тетюхин неплохо подкручивает. Но и было время у Клюхи переместиться. А это ошибка от Павла Мороза. 21-15. В сетку мяч попадает. Но, коль, если не доступен Каладинский, то Безрукова, ну, совсем молодой, что ли, сменщик Андрей Ушков. 99-го года рождения. Честно говоря, не помню, чтобы я его в игре видел. Ну, на какие-то матчи он заявлялся, безусловно. Ну, опыт все-таки не сопоставил. Даже с Безруковым. Я уж про Каладинского не говорю. Здесь здорово, Егор Клюх и разобрался. Так, именно на технику, на понимание ситуации, на видение площадки. Ну, а это тоже технично очень подача, который как-то равнодушно отнесся Ян Ерещенко. Ну, что могло бы подсказать, что мяч летит ваут. Честно говоря, не возьмусь. Он не планировал совершенно с естественной траекторией. Как летел, так и попался, образно говоря. Грозер, классно. Тоже затянулся. За счет этого крайне свалился немножко. И через стык накатом. Очень здорово. Даже получилось, что сбрасывал в стык руки Волков. И через то место, где эти руки были до того, мяч проскользнул. Вот так все, быть более точным. Роман Данилов, 22-17. Еще один, кстати, воспитанник Белогории. Это все на тему того, что мы говорили выше. Раша подача уложил на Тарафлекс Волкова. Стало быть, убрал его из-за атаки. Абсолютно. И один же живой вариант с отключением Павла Мороза. Можно было, конечно, подвесить центр шестой зоны к люке. Но это не была бы комбинация. И там бы, наверное, тройной блок даже не двойной собрался. А так на двойном заставили Мороза ошибиться. Вот что может сделать классная подача. Упростить работу блока как минимум. Даже если игрок вроде бы справился с приемом неплохо. А Волков ведь сложный мяч довел вполне пристойно. И вновь Ерещенко. И разыскивают его буквально свои подачи игроки факелы. И Ян много, честно говоря, недорабатывает. Как-то в конце сезона вот эти слабости его слишком заметно обнажили. Сейчас успокаивают партнеры. Тетюхин там его уже поджал. Буквально полтора квадратных метра ему оставили. Даже Мусырский стал в помощь. Но все равно он находит Ерещенко. Значит, надо в атаке свое возвращать. И здесь-то Ян молодцом. 24-19. Ну вот так вот действительно хорошей командной работой. И в том числе можно помогать здесь. И Мусырский первым темпом классно показал. Приводит площадку в порядок. Ничего там не произошло. Да. Немножко там опять столкнулись два игрока на блоке. Но ничего критичного. Уж последний матч. Вообще-то никогда, да, травм игроку не желаешь. Но последний матч было бы крайне обидно травмироваться. Особенно тому, кому скоро национальную команду ехать. Совсем буквально вот через несколько дней, Чуть ли там не 3 мая уже медицинское обследование начнется. И начнет работать сборная России, которая в 20-х числах уже начинает новый турнир, который меняет собой мировую лигу. Волейбольная лига наций называется он полностью. Хороший обман. Удар Шичкин сегодня молодцом. Несколько непростых мячей подтащил. Грозер. Без серьезной угрозы. И блок Яна Ерещенко. Волков так на исполнение. А труп, похоже, хотел отыграться. Но Ян очень здорово их развернул в центр площадки. Давайте смотреть. Да, вот правильный занос рук. И никаких шансов для нападающего, который не успел свой план поменять. Так что у нас первая партия все тем же пятиочковым преимуществом и завершилась. 25-20. Возвращаются команды на площадку. Второй сет начнется вот-вот. Ну, естественно, у Белогория никаких изменений. У выигрышей команды этого не бывает. А вот у гостей Игорь Тюрин под 11 номером появляется в диагонали. Хвалил я Мороза. Но действительно, первый сет ему нельзя сказать, что удался. Несколько ошибок совершенно необязательных он совершил. И сейчас посмотрим статистику, чтобы понять, насколько же было основание быть недовольным Морозом. Три атаки из девяти. Ну, не густо, честно говоря. При том, что атаковал он больше других в команде. Правда, точно такие же показатели и у Дмитрия Волкова. Первой партией стало быть невысоким будет и командный процент. Тут уже никуда не денется. 40% в атаке факел только выиграл. У Белогория 52. А вот на блоке гости были чуть результативнее. 3-2 и поострее подавали три айса против одного у Белогория. При этом получше принимали. Ну, так если посмотреть, только опять же. Атакой, получается, Белогория свое взял. Ну, в общем-то, никого эти цифры сильно не удивляют. Проблемы в приеме, в концовке сезона они не только Яна Ерещенко касаются. Коль уж такие слабости есть, соперники умело ими пользуются. Стало быть, вот, хорошей атакующей игрой на сложных мячах что-то вот можно подровнять, подтащить и, в конце концов, нивелировать. Так что вот почти во всех матчах, даже проигранной серии с Кузбассом, у Белогория был чуть лучше процент в атаке, чем у соперника. И не будь вот этой вот не самой выдающейся, мягко скажем, игры в приеме, может быть и проблем бы таких не было. Что касается результативности, пять очков у Георга Грозера. Он ровно половину из восьми своих атак реализовал. У гостей ровно столько же на счету Егора Клюки. Ну, у него вот так и хорошо, эффективно смотрится. Три из четырех невольно вопросом задается. Почему по девять раз атаковали другие края и Клюкаса в эффективности всего четыре? Ну, это вопрос, я думаю, что Камила Плачи Валентину Безрукову уже адресовал. Так что, внимание, Егор Клюка может стать таким фактором в этой партии. Уж, по крайней мере, загрузит его, наверное, посерьезней. Со сложным мячом Георг Грозер сейчас разобрался. Так, на опыте сыграл. Подача хозяев. Ну, хороша опять подача. Клюка, правда, не на передней линии, поэтому мог себе позволить там и в падении ее принимать, не выпадая из атаки. Тут отработал Дмитрий Волков. Классно. Много он сегодня в линию переводит. Где-то что-то отловили, но охоты, по крайней мере, не отбили в этом направлении лазить. И Дмитрий Волков очередной очко выигрывает. Это рискует на подаче. Немножко так забросил не по оси. От бьющей, что ли, руки, ближе к левой. И вдогонку так еще и подзакрутил мяч, который далеко в аут. Именно поэтому и отправился. Мусырский. Такой рикошет пришлось едва ли ни одной рукой Волкову принимать. Справился. Ну, а вот Егор Клюк. И та угроза, о которой говорилось, из которой придется считаться. Классно, он второй матч провел. И сегодня пока цифры великолепны у него в атаке. Ерещенко неплохо. Показалось даже со стороны, что, может быть, низковата передача. Нет, именно так задумывалось. И Ян шел на быстрый мяч. Даже мы видели, хватило у него каких-то дополнительных долей секунды, чтобы перевод сыграть вправо. То есть он не просто прямолинейно по разбегу атаковал ходовое направление, а еще и обыграл блок. Ну и ответ Факела не замедлил. Хорошая зона. И мы видим тоже, Иван Яковлев может достаточно высоко мяч хватать. Руслан Ханипов и по месту чуть-чуть не угадал, но и по высоте эпизод он проиграл. Ну, там, наверное, в темп просто не попал. Титюхин. Тройной блок. Не помеха блистательному ветерану. Жалко, невозможно полностью восстановить статистику Титюхина в чемпионатах России. Это просто нереально, теоретически. К сожалению, такая дотошная у нас статистика ведется с сезона 2005-2006. По этим годам все есть, но к тому времени Титюхин там полтора десятка сезонов уже отыграл в суперлиге. К тому моменту, потому что сезона 92-93 он защищает цвета Белогоря. Сейчас недоволен решением арбитра, считает, что в защите первое касание, а я думаю, не первое, наверное, второе вот здесь фиксировал Евгений Макшанов. Ну, ему показалось, что мяч там залит чуть-чуть, да? Таким надо понимать. Замедленный повтор тоже не дал нам никакой исчерпывающей, что ли, информации. Решение вот как раз на эти эпизоды целиком и полностью на совести арбитра. Если какие-то вещи можно волейболе сейчас пересмотреть с помощью челленджей, то вот частота приема этот и уровень определяет ее судья. Главное, чтобы он был понятен командам. Ну и, собственно, фиксирует, если этот уровень допустимого превышен. Чурин вроде бы смахнул по линии мимо блока и казалось, что обыграл его. Остался вопрос, попал ли он в площадку, потому что это нет. Просили игроки факела Камилла Плача взять челлендж. Тот не отреагировал абсолютно. Стало быть, уверен, что действительно мяч за. Волков хорошо опять же затянулся, позволил мячу от блокирующего совсем уже отлететь и готов был в линию его вколачивать. Там Роман Порошин как-то одной рукой дотянулся, но мы видим, насколько далеки руки от сетки. Такую атаку теоретически даже так не закроешь. Бывает, если там в ход бьют, руки не донесены, но каким-то замысловатым образом мяч свечкой может вернуться на сторону соперника. Но если по линии такой удар идет, и руки тянутся в сторону, подобного не бывает. Так что технический перерыв. Белогорье преимущество соперника в счете практически до минимального выбрало. И теперь, наверное, во второй третий сета постарается все-таки уйти вперед. Прекрасно все помнят, как складывался матч в Серпухове. Очень похожий сценарий. И тогда вот тот, что факел прибавил, повел и ушел в отрыв, оказалось явлением необратимым. Так и не смогли белгородцы. Такой монолит есть настоящий, явить своей игрой. Были замены, и Гранкин выходил, и Бакун, и разные варианты связующий диагональ пробовались. Но вот в приеме не хватало немножко такой устойчивости. Я повторюсь, не здорово сыграл тот матч. Сейчас тоже его выцеливают. Вновь непросто, но зато большим молодцом он в атаке. Сегодня много сложных мячей выиграл, но это способ поправить свой прием. Ну, а вот те цифры, которые я говорил, что высокие цифры в атаке при посредственном приеме. Ну, такой показательный момент для второй части сезона Белогория. Как раз почему так? Этот матч, по-моему, нам неплохо достаточно иллюстрирует. Ну, а Дмитрий Мусырский вновь. Очень интересно эта дуэль смотрелась в Серпухове. Там закрывали один в один и Мусырский-Власов, и Власов-Мусырского. И вот это все продолжается в Белгороде. Ну, Дмитрий, наверное, здесь небольшое преимущество имеет. Тем не менее, невероятно интересно наблюдать за теми, кто я уже говорил. Ну, вполне возможно будут составлять, может быть, даже линию блокирующих стартовой шестерки сборной России в этом сезоне. Мусырский возвращается. И там ему еще надо будет потрудиться, чтобы место в составе завоевать. Помним, чемпионат Европы Куркаев с Власовым провели очень хорошо при помощи Артема Вольвича. Так что в этой ротации чаще все-таки трех центральных используют. Но в 14 можно и четверых заявлять. Другое дело, что до четвертого это дело не так часто доходит, если он там не обладает какой-то сложной подачей для точечных каких-то выходов. Так что здесь тоже очень интересно все будет. Но это такие приятные хлопоты для Сергея Шляпникова в тот момент, когда все будут здоровы. Пока об этом говорить не приходится. Куркаев, насколько я знаю, лечиться собрался абсолютно точно. Но поглядываем уже на чемпионат мира, который в сентябре пройдет в Италии и Болгарии. Хороший ответ Ильи Власова. Опять так по темпу. Такое ощущение, что начал там Мусырский уже опускаться. Чуть рано выдернулся, а Власов умеет повисеть в воздухе. Тюрин. Ну пока не сказать, что с его выходом на площадку факел нашел какое-то усиление. Все достаточно сдержанно в этом отношении. И удар Ваут мы видели в атаке. И вот теперь мяч Ваут с подачей летит. Волков. Где там интересно его пустили. Потому что пробивал он вход. То есть где-то рядом с Мусырским. Чуть близко к антенненной на поджались. Так оно и есть. Но это не просто ведь так и не случайно. Вот этими атаками в линию. Достаточно регулярными. Которые мы уже по ходу этого матча неоднократно наблюдали. Волков заставляет вот такую корректировку делать. И Саржи очень умело ее использует. Вот тут, если хотите, индивидуальная тактика нападения. Она ведь тоже существует в волейболе. Для каждого волейболиста. И как его не разбирай, свои идеи по ходу игры, ведь могут у каждого возникать. Не все играют далеко стереотипами и такими накатанными лекалами, что ли. Вот в данном случае творческий такой подход Дмитрия Волкова. Мусырский на подаче. Клюка. Попытка обманного удара. Хорошо работает на блоке Грозер. И второй раз. И третий раз передача на Клюку. И уже где-то раздражение в этой атаке просматривалось. Сейчас Грозер вот буквально заставил соперника дергаться в этой ситуации. И хочется забить поубедительней, доказать. И такие вещи часто очень к ошибкам приводят. Мусырский. Нет, эта подача не получилась. Вот показалось какой-то момент, что Дмитрий сегодня нашел какой-то такой момент контроля хороший. Там, правда, и трос мяч степлял. Но подает, и нельзя сказать, что совсем просто в приеме. Но вот сейчас сорвал подачу. Тоже вот предстоит национальной команде. В том числе ему надо этим хорошенько поработать. Тетюхина закрывает. Кто-то безруковый был. Ну, чуть низковата передача. И так немного в недодачу, по-моему. Ну, не знаю, насчет недодачи. Тут надо посмотреть повнимательнее. Ну, низковато. Это и на повторе было видно. Грамотно в длинную сторону Порошин. И как же там, где же проходит Грозер? По идее, передача, ну, до антенны не долетала. Так что блокирующим так широко лететь не стоило. А получилось, оставили сектор. Руки далеко у центрального были от сетки. Вот на повторе это было заметно. Сейчас Иван Яковлев в центре сетки у факела. А Георг Розер в центре внимания. У Белогорья блестящая подача на вылет. И мы видели еще так немного уходящая от игрока траектория. Вроде ровно в руки летит. И уходит в сторону. Тут Дмитрий Волков не позавидует, честно говоря. Подача хороша. Это он раскрутить сумел. И тут надо сниматься любой ценой. Когда в Грозер летит подача. Это очень важно. Игорь Клюка вновь отличился. Несмотря на то, что последняя атака такая у него эмоционально ошибочная была. А вот куда мяч попал? Не в ногу ли? Ну, как-то сам Ерещенко не спорит. Наверное, по его ощущениям там было касание площадки раньше. А вот партнеры завелись. Желание поднять такой мяч в защите, его понять можно. Очень сложная подача без рук. Он действительно, казалось, сначала улетает. Потом нырнула куда-то в угол пятой зоны. И как под нее подстраиваться? Тетюкин понял, что мяч в площадку попадает. А вот сейчас, говорят, технически уже практически ничего сделать нельзя. Поэтому сверху надо выходить сразу. Как и сейчас, подстраиваться. Ну, а потом, если он справился с подачей, можно и быстро сыграть. Руслан Ханипов забивает мяч. 16-15. Интересный волейбол. Видно, да, что факел не сдался. И очень достойный волейбол показывает. Там есть кому покрасоваться. Хороши доигровщики. И Белогорье очень-очень непросто. И очень-очень непросто. ну во второй третий сета бы помним такую отсечку первого технического тайм-аута 78 получается белогорит этот отрезок выиграла и могло было быть поубедительней нибудь этих затейливых подать безрукого но сейчас удалось это расстановке сдвинуться там и выход мусорского не за горами который сулит определенные очковые приобретения вот следующей расстановке уже поезд на площадку но пока на подачи сергий детюхин ваша подача волков рискует попадает в трос и от троса бишь летит в аут но не хотелось без борьбы волкова мяч на сторону белогория посылать а передача но не способствовало что ли каким-то более хитроумных действий подбили вверх как успел так и бил хорошо здесь отработал ханипов на блоке получит белогория фрибол на свою сторону и постарается нет немножко опять не в темп попал ерещенко но ошибка клюки вновь помогает белогорию многовато все-таки ошибаются игроки факела вот вроде бы равный матч во многих отношениях вот эти ошибки перечеркивают такие вещи кстати давайте посмотрим что было в первой партии ну да все так совпадает с визуальным рядом четыре ошибки у белогория и 11 своих ошибок у факела четыре ошибки это вполне нормально здесь продолжает складировать неудачный удар и сейчас правда есть надежда что мяч блок задел просит егор клюка просмотр и ему бы конечно очень важно было чтобы этот мяч пальцы был белгородцев задел потому что плохая передача егор уже устал что ли исправлять судя по вот его таким нервным несколько действием а передачи вот таковая что за благо сохранить было вот этот удар по рукам единственный был способ выиграть а вот попал или нет сейчас рассудят арбитры я честно не успел заметить поменялись ли цифры вот это табло в том числе который на судейском столике там правильный дабы как правильно цифры и раньше времени не должны не меняться почти 19 15 минут или плюс 5 или плюс 3 согласитесь очень важный момент и момент от очевидно непростой тем более такая траектория она ведь не сторону камеры которая эту зону держит да как-то параллельно есть то ли мяч летел вы не совсем параллельно но под острым углом так можно сказать относительно сетки если брать и тут это касание тоненькая очень трудно углядеть такой ситуации давайте смотреть ждет ли день и макшанов когда и появится надо арбитр на вышке вправе убедиться сам в эпизоде ну к тому же мы не знаем решение что-то ему подсказал сергей артамонов но возможно то что не пришли они какому-то выводу но раз не видно этого касания то первое решение остается в силе белогорье получает очко и тайм-аут берет камила платье вот такой конец этого эпизода 1915 все-таки уже был счет правильный к тому моменту по судейскому решению я честно говоря методики это не очень знаю как должно судейском столике там цифры переворачиваться вот теперь понятно да что судей дает решение не ставится потом если надо поменяют хотя логично было бы не спешить с этим ну есть логика есть регламент который не всегда понятно что ли нам обывателям какие-то моменты в данном случае ничего такого чтобы могло нас запутать сильно счет 19 15 4 очка это тоже очень серьезно то есть если бы было это касание было бы два всего было бы совсем остро вот так сергей тетюхин еще и передохнул перед очередной своей подачей прилично можно продолжать рисковать ну вот удается клюки выиграть этот мяч но не думаю что у него будет выдающийся процент в этой партии получается сколько три очковых ошибки три удара ваут сразу вспоминаются в этом сете бывает что еще процент и великий но игрок ничего не проиграл по факту такой ведь тоже случается ведь иногда волейболисты очень сложные мячи перебрасывать достается поэтому выиграть он и не может а процент как бы от этого тоже небольшой не заработаешь а вот ошибки это ошибки это такая самой наглядной что ли если хотите часть статистики роман данилов вместо руслана ханипова но и отметим последнее взаимодействие когда порошин имея всего адресата 1 пасовал быстрый мяч даже так не дойдя до него одними кистями и там откликнулся ян ерещенко успел по блоку попасть очень грамотно было горячка сложнейшее выиграла ух ты какой мяч хорошо что мусерского не коснулся он его не видел так бы одно касание оставалось бы но такая локальная что ли борьба за живучесть увенчалась успехом но глобально эпизод остался за факелом после атаки дмитрия волкона уходит естественно данилов уходит и хадипов либера появляется на площадке машины пока обмочаю мы вообще в игре не видим полна белогоря в последних матчах защитные действия появлялся сегодня пока беремен бессменно на площадке 20 17 и вновь хороша подача яковлева и теперь уже приходится с ней считаться таймаут белогория но есть понимание что в приеме можно все-таки провалиться даже в концовке и хорошее преимущество при такой вот подачи поэтому надо этой подачи максимально создать проблем вновь яковлев готов выцеливать ерещенко но сейчас тетюхи на подачу удается поднять ее вверх грозер и тоже ошибка тоже без касания рук причем очень далеко от блока мяч пролетел вот так и хорошее преимущество превращается в такое шаткое что ли берет челлендж косарев уже не знаю может быть там на касании сетки все-таки три блокирующих было еще раз уточняю 2 судья что именно на просмотреть ну пауза такая тактическая после таймаута второй свой перерыв подряд тратить конечно же после ревни за руки поэтому сейчас вот челлендж берет разрыв уже минимальный есть сейчас ничего там не углядят арбитра там боюсь и нечего выглядывать дабы касание сетки смотрели все очень далеко от этого было так что двадцать девятнадцать только-только вроде плюс четыре после предыдущего челленджа имела белогорье хороша подача справляется на сей раз тетюхина вот ерещенко с атакой не справляется ну с мусорским на передней линии вроде бы и надо бы его запускать когда есть хоть сколько-нибудь пристойный прием но сейчас видели что едва ли не четвертого метра пришлось порошину пасовать так что мусорский пока на голодном пайке по такому приему еремин пришел помочь и вы даже до таки мусорского дошло но как-то неуверенно атаковал видимо не в темп все-таки попала здесь здесь совсем другое дело проходит это атака и по крайней мере удается не выпустить факел вперед белогорье у большом преимуществе уже речь идет нас ждет интересная концовка и роман порошин на подачи баку тем временем вышел усилить блок с края сетки вместо ерещенко неужели волков еще не опустился уже показал просмотр понимая что арбитры наверно белокуре этот мяч отдадут на любопытный момент а вот попал или нет там под вопросом на аут было похоже и вот так рефлекторно я бы тоже вот согласился с судьей на линии ближе к ауту вот зацепить линии мяч и вполне мог вот мы видим там даже и челлендж можно углядеть внизу кадра и тоже не так все это очевидно выглядит но и все-таки что это было мяч был в ауте вот пожалуйста крупный план который уже этих сомнений не оставляет там волков говорит а если он еще сплющится ну так предположить что мяч может стать плоским вот тогда конечно ли не коснулся но все-таки там определенное количество атмосфер не он существует так что не будем говорить что замена букуна казалось полезным на другом конце сетки блокирует но ошибка у факела состоялась а здесь неважная передача точнее неважной коммуникации между безруков и волков явно дмитрий шел на другую по темпу передачу комбинацию марита в краю сетки не играют эта ошибка вот именно в коммуникации удается тюрьму отыграть важный мяч для своей команды но вот три подряд проигранных очка факела после того как удалось одним рывком буквально сравнять счет это конечно неприятный для них ситуация тюрьм на подаче заставляю сетки тюхина много трудиться в приеме на сей раз сергей юрьевич справляется близко к безупречному был раз первый темп состоялся от такого подачи это действительно безупречно 30 баллово белогория на подачи явно юреченко ну для начала аут а вот с приема две попытки будет и тут важно кто подает у гостей а подаю подающие два ли не самые неприятные в этой ситуации дмитрий волков сегодня предсказуемостью и страсти если хотите к риску нужно то точно отжиматься не будет пушечная подача героями выбивает вверх и тюхи кому атаковать никому так что надо аккуратно свой шанс реализовать через мусорского все четко как погода и даже где-то элегантно 2522 концовка второго сета за белогорьем 20 а Продолжение следует... 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 Там что-то с коленом на разминке у Дмитрия случилось. Какая-то небольшая проблема. И Сафонов весь матч целиком играл. Вот он сразу в атаке. Ничего по схеме не меняется. Александр Сафонов отправляется тут же подавать. Но доктор к Мусерскому подсел, по крайней мере. Юрий Демин сейчас внимательно спрашивает, узнает. Такие ощущения. Там же и массажисты. Ну, перед сезоном сборных на этот матч даже не будем делать какую-то такую большую поправку. Ясно, что без Мусерского очень трудно. Любой команде, в которой он играет, его наличие или отсутствие, это большая разница. Но вот сборных сезон не хотелось бы, чтобы там какое-то повреждение было. Видимо, ничего такого заметного нет. Ну и пошел Мусерский в квадрат разминки без каких-либо процедур. Ну, Георг Розер в этой ситуации должен нагрузку в атаке получить увеличенную. Так-то он на передней линии, там, за счет Мусерского не так много атакует. Но стало быть, аккумулирует силы и на подачу. Прекрасный эйс. И это технический тайм-аут при счете 8-4. Ну, уж впечатал, так впечатал. Волковой сегодня от Грозера такие подачи достаются до приема. Ну, сейчас даже и не досталось. Получилось. Потому что коснуться мяча было затруднительно даже. Ну, сейчас как раз вот по расстановкам Мусерский должен быть на задней линии. Посмотрим. Я думаю, там еще на счет будет ориентироваться тренерский штаб Белогории. Без необходимости в бой его бросать пока не будут, я думаю. Продолжение следует... У Грозов для Факела сохраняется. Грозер вообще из тех игроков, кто частенько сериями подает. И для него хорошая подача такой вдохновяющий момент явно. Поэтому не просто после тайм-аута, но тоже грамотно. Тем более заставил центра принимать. О качестве там речь не шла. Сам еще и в защите сыграл, еще и рискнет. Ну, насколько это возможно Георг Грозер. Не ему все-таки суждено героем этого эпизода стать. Юрий Тюрин очень здорово попадает по краю блока. Игорь Тюрин, прошу прощения. А Егор Клюка на подаче. Вот у Клюки как-то сегодня подача, честно говоря, не запомнилась. Потому что как минимум Волков там отмечался. Безруков и Яковлев и вовсе своими планерами там дергали белгородцев активно. Но у Клюки пока все очень скромненько. Вот в предыдущей партии он два раза выходил на подачу. И с первого же раза белгородцы снимались. При этом он не ошибался. То есть не рисковал. А сейчас еще и ошибся. Но зато Сергей Тетюхин неувидаемый даже на закате своей карьеры. Блестящая подача на вылет. Едва еще одна не состоялась. Тут совсем небольшой аут. Но главное сделано. Еще один мяч вперед. Еще одно. Такой вклад в преимущество в счете. И плюс четыре. Как раз на подаче Яковлева. Он поменял дислокацию. Он обычно от пятой зоны подавал. Сейчас с другого угла площадки. Кого будет искать? Получается через Либер. Летел из зоны мяч. И Никита Еремин четко рассудил, что траектория ведет в аут. Да, ну неловко здесь первое касание. За центральными такие вещи вводятся. Ну, простой мяч в руки. Надо не ошибиться. И Руслан Ханипов не смог с этим совладать. Лучше не довести в таких случаях всегда до сетки. Не надо там идеала искать. А получилось идеал-то для Ильи Власова. И еще одна ошибка с подачей. На сей раз на счету Тюрина она. Но это все позволяет Белогорию продвигаться. В счете 12-7. Роман Порошин. И еще одна ошибка у Тюрина. Но уж какие-то ошибки такие. Какой-то безнадежностью от них веет. И корявый. И, честно говоря, под мяч вышел плохо. И что он вообще подразумевал? Ну, Сырского там нет. Что на этой высоте где-то руки поискать. Волков. Очередной хороший перевод в линию. Здесь уже на исполнение. Грозер говорит, что я виноват. Так выразительно себя показывает. Ну, тут не то, что ошибся. Бывает, что ошибся не в постановке блока. А именно в идее ошибся. Что пытался где-то гадать. В волейболе тоже приходится это иногда делать. Волков эйс. При этом он там подавал-то так на грани мог и заступить. Но получилось удачно. Именно по-другому и не скажешь. Такой еще замысловатый рикошет от сетки. Так что факел может остаться в игре через эти подачи. Волков тоже часто подает сериями. Какая подача. Ерещенко не позавидуешь. Нет, не мог там клюка рисковать. Точнее, не стал это делать. А вот Грозер. Грозер рискнул. Но опять же через центрального почему-то полез. Уж надо было как-то выкручивать. Наверное, вправо вряд ли было возможно. А вот влево попробовать под руки забить или по рукам сыграть. Ну так, по факту всегда можно какой-то вариант найти за нападающего. На практике это, конечно, посложнее. Отправил Камила Плача развиваться Павла Мороза. Тот так уже удобненько на скамейке вроде пристроился. Но не время еще. Выйдет или нет, это еще надо посмотреть. Ну, по крайней мере, тренер считает, что нечего его на скамейке запасных делать. Ошибается в итоге Волков. При этом продолжает так, ну, на полную рисковать. Уж такие направления выбирает. Пройдет подача практически из. Здесь здорово Ерещенко. Клюки меня затруднил. И очень много, конечно, собственных ошибок. Опять же, так уже поглядываясь на многих применительно к сборной. Ну, не надо делать, наверное, выводы точно по этим играм. Достаточно выйти на улицу. Там действительно летнее настроение уже у всех. В Белгороде настоящее лето. Тут за 20 градусов тепла. И солнышко светит. Отпускное настроение у многих. А вот тех, кому на сборы через несколько дней, понятно, что и об отпуске тут говорить даже не приходится. Их отпуск где-то там со середины июля. Нам бы хотелось, чтобы он был со середины июля. Это будет означать, что наша сборная сыграет в финале волейбольной лиги нации. Надо туда стремиться. Тетюхин еще одно очко в свою копилку. Повторюсь, не суждено никогда подсчитать, сколько он их выиграл. То, что это абсолютный там рекорд в истории наших чемпионатов, я не сомневаюсь, ну хотя бы потому, что никто столько сезонов не провел, сколько Сергей Тетюхин, а в былые годы-то он мог из-за с вами национального результативного побороться. По крайней мере, хорошо помню сезоны, где-то так 2001-2002, когда в национальной команде он по 20 с лишним очков каждый матч зарабатывал. И это была норма. То есть тогда на пике таких своих физических возможностей, понятно, что с возрастом начинаешь какие-то другие качества в большей мере реализовывать и использовать. Но вот еще когда и пик физических возможностей, рассвет сил, тогда, конечно, блистательно абсолютно нападающий. Их дуэль с жибой, с не меньшей легендой мирового волейбола, она ведь там десятилетиями была украшением. Может быть и вообще сегодня надо было только о Тетюхине говорить, но о нем можно говорить бесконечно. От процесса игры в волейбол эта фигура неотделима абсолютно. Понятно, что он заслужил прощальный матч. Я уже не знаю там, насколько это просто в современных волейбольных реалиях изыскать окно. Но какую-то вещь придумать надо будет сесть. Я думаю, что руководство клуба, конечно же, это держит в уме. В конце концов, есть люди уже завершившуюся карьеру. Не обязательно против действующих игроков играть. Пусть это будет голоматч. Можно и к матчу национального чемпионата его как-то там рядышком подстроить. Но тут есть о чем подумать, порассуждать. Я думаю, что какие-то варианты будут, все они будут рассмотрены. Никто другой не так не заслужил, конечно, прощальный матч, как Сергей Тетюхин. Не такой в рамках борьбы за пятое место, безусловно. Касание сетки у факела, еще одну очку в пользу Белогория. Ну, кстати, Белогория так в итоге стал одной из двух команд, которым удалось «Зенит» казанский в этом году обыграть в этом сезоне. Что-то уже дорогого стоит. «Зенит» стал чемпионом, напомним, вчера оформил свой очередной титул. Порошин, так пробегая мимо, достаточно ловко мяч подцепил. Но, конечно, атаки из этого серьезной вырасти не могло. Простое развитие событий. Грозер снова не нашел выигрышного варианта в линию. Ну, как надежда, что может что-то хорошее получиться. Но там Волков был безупречен. И вновь Клюка нездорово подает, мягко говоря. Замена по 12-м номерам Александр Петров на заднюю линию. Начинал он сезон в другой команде. Так, честно говоря, могу ошибиться, мне кажется, в Новокуйбышевске. Но вот по ходу где-то в январе перебрался факел. Вот, наверное, для таких вещей. Чтобы немножко разгрузить вот эту пару. Кого-то из этой пары доигровщиков, на которых огромная нагрузка. Последний даже уже, можно сказать, и год выпала. Не только сезон. На задней линии помощи им, конечно, нужна где-то передохнуть. Тайм-аут берет Камила Плаченко. Но для Белогория все достаточно пока радостно выглядит. 20-14. Ну, такое преимущество надо доводить до логичного завершения. Тетюхин на подаче. Как в былые годы, под его подачей берется тайм-аут. Вот здесь грамотно. Центрального. Тюрин. Один в один остался Серещенко. Ну и попал удачно по рукам. Хотя один в один можно и чище блок обыгрывать. Не обязательно этих рук касаться. Ну, в данном случае, кто же будет судить победителя эпизода. Ауто Яковлева. Ну, вот как много проблем доставил Белогорию своей подачей в предыдущей партии. Вот в этой сете через ошибки прошел. Ну, и, конечно, опять же будет плача после этой игры говорить о колоссальном количестве ошибок. И, честно говоря, трудно с ним будет не согласиться. Роман Данилов. Очередной его выход на подачу. 21-15. Ну и можно ускорить процесс. Хорошей подачей. Петров справляется. Тут Власов Сафонова угодил. И все-таки эпизод за гостями. Дмитрий Волков там оказался пара сторон. Не в простой достаточно ситуации. Получает замечание сейчас от арбитра за то, что там эмоционально с соперником последний розыгрыш обсудил. Ну, там все по-доброму, с улыбками. Просто этого делать не рекомендуется, что ли, соперникам обсуждать эпизоды. Да, ну и вот эта мимик, она достаточно понятна. Где-то на международном уровне можно и карточку слепотать. Грозер, линия свободна. И разудись плечо. Тут уж ловить в защите нечего абсолютно. Так с русской удалью. Приложился по мячу германский легионер венгерского происхождения. Тайм-аут. Камила плачет. Будем считать, что борется, по крайней мере, свой теннинский хлеб. Отрабатывает добросовестно. По большому счету уже видно, что игроки факела не найдут в себе силы как-то цепляться за эту концовку. Вот не знаю, что должно произойти, чтобы тут интрига возродилась. При всем уважении дам к большим возможностям подающих игроков факела. Кто действительно на своей подаче большую угрозу может представлять. Ну, пока надо с подачи Белогория сняться. Потом уже о чем-то там и помечтать, может быть, удастся. Ну, как видим, уход Мусырского точно уже не повлиял на ход в течение этого сета. Запас хороший. К тому же даже приумножен. И сейчас попал в площадку Власов. Такая легкая улыбка на лице Косарева. Сомнения есть в этой улыбке. Но, с другой стороны, и исполнение нападающим великолепное. Тут можно даже где-то восторженно, что ли, улыбаться. Но это, конечно, дело не тренера соперника, безусловно. Волков, вот, наверное, последний, кто может по-настоящему затруднить жизнь Белогорию своими подачами. Молодцом Еремин. Тут лучшего не придумать. И Грозер, по крайней мере, мяч Белогорию достается несложный. Пришлось там такой замысловатый путь проделать к Порошину, обегая своего партнера для передачи. Поэтому, может быть, и темпа в этой атаке не оказалось. Но в нем оказался положительный результат. Георг Розер с подачи Сафонова Александра. Тот молодцом обошелся без ошибок. Тут нет никакого сарказма, потому что там у него цикнотик такой небольшой был. И подстраиваться под мяч там приходилось в спешном порядке. Не всегда у центральных и в более хороших условиях такие передачи получаются. Длительный розыгрыш. Власов. Нет, не перебросил он с Афонова. Тетюхин. Бьется до конца в этом эпизоде, но ни времени, ни сил, по-моему, у него уже сейчас не было. Под аплодисменты болельщиков помогают его партнеры подняться на ноги. 23-18. Замена у гостей вот тот самый Андрей Ушков, который резервно-связующий появляется для выполнения подачи. Может, тут что-то таится страшное для Белогория? Да нет. Ошибается молодой парень. И матч-бол. Матч-бол на Белогории. Вот так вот, конечно, обняв Тетюхина. Хотелось бы этот розыгрыш, наверное, партнера бы до конца провести, но надо побороться. Время обнять и поблагодарить партнера будет. Это надо смотреть. Это может быть эйс, кстати. Александр Сафонов подал сложную подачу. Мне показалось даже, что мяч нырнул под заднюю линию. Я думаю, сейчас после челленджа будет ясно, пора уже обнимать Тетюхин или нет. Но Георг Грозер уже сейчас это с удовольствием делает. Будет ему что-то порассказать. Он тоже на обложке книги Геннадия Шипулина. Там как раз игровой эпизод, где он и Тетюхин участвуют. А это поле, это эйс. И, увы, это конец игровой карьеры Сергея Тетюхина. Не знаю, поздравлять с этим или нет, а восхититься тем, что мы видели на протяжении двух с половиной десятков лет, безусловно, надо. Блестящий мастер. Ну и хорошо, что вот так все завершилось. Напомню, что сегодня еще и день Геннадия Шипулина. Вот он как раз мы видели сейчас в кадре мелькнул. И губернатор Белгородской области Евгений Савченко, конечно же, не мог не прийти на заключительный матч. Того, кто столько лет дарил всем радости, ему в том числе. Так что заканчивается карьера Сергея Тетюхина. Заканчивается на победной ноте. В этом году есть же и трофей кубок ЕКВ. Так что большое спасибо Сергею Тетюхину. Мы будем заканчивать на этом нашу трансляцию. С вами был Владимир Стецко. Всего доброго. Белгородская область Евгений Савченко. И сегодня, уважаемые боевщики, кроме этой победы, кроме окончания сезона, как запала, они тоже все еще идут. Президент на такой область Евгений Савченко. День рождения. Итак, я в личной трибуне. Вернее, на площадке встречаю. Поздравляем. День рождения. Аплодисменты. Поздравляем. Пусть они в вашем месте сердцем любить. Каждый раз, приходя на работу, Ощущаем мы вас в свободу. Очень сложно вас с вами научить. И, конечно, в окончании сезона зрителей, владельщиков, клуба безусловно благодарит и с вами предупреждаем игроков Геннадий Шиколин. А вы сказали! Дорогие друзья, друзья, это игроков уже окончаемый сезон. Не совсем для нас был одериал. Он был трудным террористом. Все-таки сезон. Как бы он не закончился, победил спорт, победил волейбол, победил дружба, победил мир между нашими игроками, между нашими городами, между нашими глазами, между командами. Ребята, друзья, остались. А мы будем делать вперед. И вот меня перед новичками прошу прощения за то, что мы заняли только пьяное место. Я не хочу оправдоваться. Пожалуйста. Спасибо вам большое. Мы завоевали право участвовать в Кубне Вызова Европы. У нас в стадии в коллекции нет, но единственного кубка будем бороться за него. Это тоже прекрасно. Поэтому будем вместе с вами оборудоваться. Я надеюсь, мы доберем святыню. Дорогие друзья, я, как сказал, не хочу оправдоваться, но к счастью нашему общему, волейбол сегодня в России вырос. И в Турции ваша заслуга. Заслуга и весь план взял селед. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое. Спасибо всей области, правительству. Спасибо вам, болельщики. Потому что, когда в России было совсем тяжело, когда волейбол практически терпел фиаско. И Долгородчина, и ребята молодые, которые играете в волейбол, вы должны знать. Я на своей имени, которую 8-25 апреля буквально с печатом станка написал. Долгородчина взяла на себя ответственность и на своих плечах вытянула и сборную Россию, когда было тяжело. И клубный чемпионат, и чемпионат России в целом. Об этом знает вся федерация, в Москве знают. Поэтому сегодня не лучшие времена были для нас. Но все равно я сегодня провел собрание с ребятами. Я подарил им книги. Я им пожал всем руки. Я им сказал большое спасибо. Они играли как могли. Они играли и сделали все. Это заслуженные ребята, заслуженные мастера своего дела. И они показывали красивую, яркую игру. И им аплодировали все России. Им аплодировали все России. Им аплодировала вся Европа. И я считаю, она заслуживает вас и аплодисменты в том числе. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ И сегодня еще одно событие. К сожалению, я хочу сказать, что великий человек, великий спортсмен, легенда российского, белгородского, мирового масштаба, легенда, наша, которая воспитана была, с ребенка здесь. Это Сергей Тетюхин. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо. К сожалению, у меня слезы наворачиваются, потому что это мой воспитанник. К сожалению, сегодня была последняя игра в чемпионате. Сергей все сделал для того, чтобы стать великим. Он сделал все для России, сделал все для покороченных. Он сделал для своей семьи, у него растут трясина. Я пользуюсь случаем, хочу публично сказать огромное спасибо Иниске Парфунову. Львову, 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 Славу, Юрию Ивановичу. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Которые в свое время мне доверили, тогда еще никому неизвестному в России тренеру, специалисту. Просто так доверили мне и провезли 15-летнего мальчика Сергея Тетюхина. И они не ошиблись. Мы с ним провели огромную, колоссальную работу. Мы сделали все, мы выиграли в этом мире все. Я в своей книге написал, кому это будет интересно, никто из вас не знает. И я открыл маленькую тайну с позволением Сергея. Мы согласовали. Могло все не состояться. Могла Россия сборная не выиграть эту Олимпиаду. Сергею запретили заниматься. По неизвестным причинам, были такие трудные, серые времена, мы не могли найти ответ на этот пост. Но мы с ним взяли в моем ответственность. И мы приняли такое решение. Сегодня стоит Сергей перед вами, чемпион Олимпийских фильмов. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо вам. Спасибо вам. Спасибо вам. Спасибо. Конечно же, будет еще официальный галмоматч. Мы будем очень делать серьезную встречу. Мы будем приглашать звезд. Будут официальные проводы. Будет официальная благодарность Любовь Абликиевна, Юрию Ивановичу. Будут цветы, будут подарки. Будут все. Сегодня это нельзя было сделать по понятным причинам. Но я от вашего имени, от себя лично, и весь матч от вас всех вам благодарю и передаю Сергею трубку. Спасибо. 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 В первую очередь, конечно, огромное спасибо. Спасибо. И в последнее время выбрали Ногородскую семью, выбрали Белгород, выбрали вас, выбрали Геннадия Галевича. И не доверили мне его руки. Большое спасибо вам, Галевича, на протяжении многих-многих лет мы вместе с вами выбрали эти многочисленные победы, которые мы можем сегодня смело похвастаться. Мне не стыдно заканчивать, я был честен перед вами. АПЛОДИСМЕНТЫ Я принимаю начало для того, чтобы все время побеждать. Огромное большое спасибо, Геннадий Смолыч, вам, за то, что вы на протяжении многих-многих лет не сдаетесь, любите и поддерживаете волейбол. АПЛОДИСМЕНТЫ Я очень рад, чтобы выручены на мой родной дом. Друзья, я не прощаюсь с вами, я говорю до свидания. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Два любимых человека. Сергей Кюргин, Герман Ищу Хуев. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо. Спасибо. Перемены игроков, перемены тренеров. Апгрейд касается и меня, и главного тренера. Поэтому я тоже перед вами честен, что мог то дело. Сегодня я вам проживу. Спасибо. Спасибо. До новых встреч. Спасибо. Елена Яковлевич Чирпын. С днем рождения! АПЛОДИСМЕНТЫ Люди есть у нас, Это повторит Вы еще не нас, Но пришла пора Продолжать прошнуть Чемпиону АПЛОДИСМЕНТЫ 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 ЧЕМПОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...